Симферополь В Севастопольском благочине региональный этап епархиального конкурса чтецов духовной поэзии «Созвучие слов живых» проводится конкурс чтецов духовной поэзии «Созвучие слов живых». В Севастополе находится в рамках договора о сотрудничестве в деле духовно-нравственного воспитания детей и молодежи между Главным управлением образования и науки города Севастополя и Симферопольской и Крымской епархий. Каждое из мероприятий, которое мы планируем, на которое мы полагаемся, оно несет в себе определенное значение. Мы стараемся коснуться всех сфер, наверное, жизни, ребенка, всех сфер его развития школьного творчества, изобразительного, поэтического, прикладного творчества, в том числе и развития его каких-то таких научных способностей. А сегодня именно тот конкурс, в котором наши юные участники и совсем юные, и юные демонстрировали свою сопричастность, то есть духовной культурой, выраженной в произведениях как известных авторов литературы, классиков, так и менее известной широкой аудитории. Но в любом случае, тот опыт, который мы сегодня получили, он колоссален. Более 80 человек приняло участие сегодня в конкурсе. И по завершении, что самое интересное, во время, точнее во время прохождения конкурса, в зале сохранялась идеальная тишина. И по завершении некоторые из участников, в том числе и представители сами, школьники, подходили и выражали благодарность и интерес к произошедшему. И я думаю, что в дальнейшем это стоит предполагать, что данное мероприятие, данный конкурс, он несет в себе и потенциал, и будет иметь развитие. И развитие как в количественном участии, да, участников, так и в качественном, в чем я, безусловно, не сомневаюсь. Конечно, хочется выразить благодарность и выражаю благодарность членам жюри, которые нашли сегодня время и достаточно компетентно судили, если это можно применить слово или оценивали, скажем, будем говорить более такими школьними терминами. И также, в первую очередь, устроители. Это и Главное управление образования и науки города Севастополя, методистам, которые старались, оповещали школу от их участия, ну и, соответственно, всех сотрудников отдела религиозного образования, севастопольского благочения, в том числе всех педагогов воскресных школ, которые потрудились для того, чтобы сегодня здесь были представлены не только общеобразовательные школы города Севастополя, но и воскресные школы, которые часть детей, она, безусловно, все дети, они в себе сочетают, и обучение в воскресной школе, соответственно, в общеобразовательной, но в какой-то момент они себя вот одни представляли себя как представители общеобразовательной школы, другие представляли себя учениками воскресной школы, мы видим для того, чтобы мы с вами могли оценить и их труд, и труд педагогов, которые с ними занимаются все эти годы. И я со своей стороны хочу сказать, на мой взгляд, мероприятие удалось и придало сил и уверенности развивать это направление, направление литературно-духовной поэзии школьников. Сегодня на этом конкурсе мы пытались решать, конечно, очень трудную задачу, потому что ребята показали хорошее мастерство, подготовку. Мы слышали прозу, поэзию самых разных авторов – Пушкин и Есенин. Здесь звучал и Бродский, и Заболоцкий, сказки и стихи. Критерии оценивания были следующие. Нужно было, чтобы произведение соответствовало теме конкурса, имело определенную художественную значимость, чтобы ребята показали артистизм и, конечно, знание текста хорошее. Но этот конкурс – это первый опыт в нашем городе и от учителей города. Я благодарю благочиния за то, что нам позволили прикоснуться к вечному. Думаю, что мы продолжим эту работу в будущем. Кроме общеобразовательных школ, в конкурсе «Духовная поэзия со звуще слов живых» принимают участие дети воскресного школы города Севастополя. Так как наши дети изучают не только религиозную тематику, не только закон Божий, но они еще увлекаются и нашей классической русской литературой. А классическая литература вся пропитана духовно-нравственной тематикой. Поэтому дети будут читать стихи наших знаменитых православных поэтов. Пять человек нашей воскресной школы Херсонеса принимают участие. Дети готовились. Ну, волнуются. По молитвам и при поддержке наших учителей будем надеяться, что наши дети выступят достойно. Я выбрала стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Оченаш». Это очень трогательное стихотворение. Я часто слезилась, потому что очень трогательно. Очень. Она учится очень легко, но нежная. Очень чувственная. Я слышал, Килий простой, Старик, молитвы чудесные молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, Да имя вечное Твое светится нашими сердцами, Да придет царствие Твое, Твоя, да будет воля с нами, Как в небесах, Так на земле. Зарзучный хлеб нам не спошли Свою щедрую рукою, И как прощаем мы людей, Так нас, Ничтожных пред тобою, Прости, Отец, Своих детей. Не ввергни нас во искушение, И от лукавого прельщения избави нас. Перед крестом так он молился, Светлопадый мерцал в потьмах издалека, И сердце чуяло отраду От той молитвы старика. Я выбрала стихотворение Игумени Парфении Из заповеди о блаженстве. Мне понравилось это стихотворение Своим смыслом, Каким-то поэтическим, Духовным настроением. У него очень красивое стихосложение, Блажен он говорит, Кто сердцем сокрушенным Своё ничтожество пред Богом сознаёт. Он в путь субриковал, Сокровищем нет лента, В царство Божие он избранным войдёт. Блажен, кто плачет здесь, Чи слёзы вызывает, И злой, и темный грех, И попранный закон, И сбокурья ближнего, И всё, чем мир страдает. Там в мире всех утешен будет он. Я подготовил стихотворение Рождество Христово Или лучший подарок. Поэт – монах Варнава, Потому что он весёлый и торжественный. Я сорвал с календаря Лишь 6 января, А под ним два слова – Рождество Христово. Что же делать, как же быть? Начались мучения. Что же мне Богу подарить? В день его рождения Книгу, карандаш, конфету, Может быть, коробку эту? Книгу, саблю или пушку, Мою лучшую игрушку. Отложил я карандаш, Разве Богу что-то дашь? Ну чего у Бога нету? И зачем ему конфету? Целый день прошёл во сне, И почти уже во сне, Я шепнул до самых слёз, С днём рождения, Христос! Участников разделили На две возрастных категории, С четвёртых по седьмые И с восьмых по одиннадцатые классы. Маленький Женя не вписался ни в одну, Но к конкурсу, конечно, был допущен. Я расскажу вам стихотворение, Которое написал Константин Романов, Брат последнего русского императора. Научи меня, Боже, любить Всем умом тебе, Всем помышлением, Чтобы душу тебе посвятить И всю жизнь Каждым сердцем биенем. Научи ты меня Заблюдать Лишь твою Нелоси одну волю, Научи никогда Не роптать На свою Многотрудную долю. Всех, которых Пришёл искупить До своей Пречистой крови, Бескорыстной, Глубокой любовью, Научи меня, Боже, любить Слово бескорыстное Мы несколько дней учили, Объясняли ему, что оно означает. Это было последнее слово, Которое нам никак не давалось. Приехали мы с Астрахани. Занимаемся в воскресной школе Высыпальницы Адмиралов. Ходит он во второй детский сад. Когда узнали, что проводится такой конкурс, Решили, что от всей семьи пойдёт Женя. Хотя ещё двое учатся в воскресной школе, Но очень заняты. Поэтому за всех выступал Женя. Шесть лет сегодня исполнилось. У него сегодня день рождения и день ангела. Женя сегодня с утра был на литургию, Причастился. Теперь вот рассказал стишу, Который-то у нас будет вечером, Соберётся вся семья. Приедут братики, да? Один. А, ну один заболел. Ещё один из участников – Ученик школы номер 49, 6-го В-класса. Митасов Владимир Алексеевич. Так он представился. Посещает факультатив «Основы православной культуры». Конечно, предмет – это очень важен И просто жизненно необходим для детей. Они узнают самое главное Для своей жизни, Для своего будущего. Они учатся любить, Они учатся понимать человека, Учатся сострадать ему. И, конечно же, Как культурный человек любой, Он должен знать свою веру. Он должен знать историю своей веры. И именно об этом и знают ребята. Стихотворение блаженнейшего митрополита Владимира Я понял давно, Я понял давно, Что страдания на свете Превыше всего, Подумая о близких, О дальних, Для них не жалея ничего, Ни доброго, тёплого слова, Ни дела, Ни боли в груди, О слабости близких сурово, Жестоко порой не суди, Честь потаённое слушать, У рек, У лесов, У боли, В чужую, В пустую, Заблудшую душу, Частицу себя перелей. Чужие невзгоды печали, Прими за печали свои, На этой земле не случайно, Всё лучшее в нас, От любви, От чистого доброго сердца, От детства и от матерей. Не бойся, Откройся, Доберься, Своей доброты не жалей. Когда я читала стихотворение, Я чувствовала, знаете, Как-то тепло на душе, И ощущение, Что ты не один в этом мире, Что есть любовь к тебе, И что надо помогать людям, И не оставлять их одни в беде. Конкурс длился более двух часов, Звучали не только стихи, Но и проза. История случилась в одном маленьком городке, Когда-то очень давно. И произошла она, Как раз перед Рождеством, Когда в воздухе летает дух Чего-то необыкновенного. Я представляю картинку сразу. У меня идёт как бы, Вот я выучила текст, И у меня мультиком начинает идти в голове Весь рассказ. Учила я в свободное время, В школе учила, Ну, на переменах. Вот. Ну что, барыня, как? Не полегчало? Куда там, не фёдушка? Верно и не выживет. Все какие-то красные лапки просят. С первого раза, конечно, тяжело, Боялась, что так много, Что эта проза, стихотворение, конечно, легче было бы. Ну, и как-то всё прочувствовалось. Просто поняла, что я должна это всё из души как бы взять. И оказалось не так уж и сложно. Трое победителей второго тура поэтического конкурса «Созвучие слов живых» Отправятся представлять Севастополь На епархиальном конкурсе. Все же без исключения получили главную награду Пользу от душеполезного чтения, Понятие о том, что успех — Не повод для гордости и самолюбования, Но результат упорного труда И, возможно, очень важный навык — Умение радоваться победе своего ближнего. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ